С 1 сентября начнет действовать новое осенне-зимнее расписание автобусов. Прежде чем утвердить документ, автопредприятие решило посоветоваться с жителями города. Чтобы узнать о мнении пассажиров, в рейс отправилась наша съемочная группа. На официальном сайте автотранспортного предприятия разместили проект нового осенне-зимнего расписания. До 1 августа каждый пассажир может принять участие в его корректировке. Свои предложения вы можете оставить на официальном сайте www.atp83.ru, в городской администрации или в письменном виде передать прямо кондуктору. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вам поступали уже от граждан пожелания по поводу нового расписания? Ну, только в устном виде пока все пожелания идут, потому что многие люди в отпусках и многие еще не видели этого расписания. О новом расписании знают и правда немногие. Оно появилось на сайтах городской администрации и АТП в начале июня. Проекты расписания разместили в некоторых автобусах и на остановках. Нет, я не знала даже. Посмотрю обязательно. У вас какие-нибудь вопросы, пожелания есть? А посетить на работу? Вопросов нет. Меня все устраивает. Чтобы с утра, когда люди едут на работу, на обед и сработают, чтобы почаще ходить, как обычно. А почаще за сколько вы для вас обнимаете? Ну, минут 10. Разница между автобусами. Что главное, как в поселок Городецкий автобусы также выходили, чтобы не изменяли. А если на 411-й кто-то объезжается, так надо знать расписание. Если расписание я буду знать, я сел, подошел ко времени и поехал. А до площади очень часто автобусы ходят. Узнать мнение пассажиров АТП хочет неспроста. В июне, когда автобусы стали ходить по летнему расписанию, люди негодовали. Количество рейсов заметно сократилось. Для летнего режима это характерно. В июне один автобус перевозит на 15-20% пассажиров меньше, чем, к примеру, в декабре. Будут ли сокращены рейсы в новом осенне-зимнем расписании, мы спросили в муниципальном предприятии. Дело в том, что в расписании в этом, например, поменялись движения самих автобусов. То есть на сегодняшний день у нас в пределах одной смены автобус совмещает несколько рейсов. Допустим, он едет по 411-му, в какой-то период он идет по 413-му, в какой-то период он идет по четверке. То есть больше стало 413-го рейса. 411-й убрали, делали мониторинг пассажиропотока. Получается, что удобнее людям ездить. И потом сейчас дорого пересаживаться, с пересадками ехать все-таки. Вследствие этого сократили движение маршрута номер 2. В дневные часы, когда пассажиропоток сокращается, рейсов также будет меньше. А вот в пиковое время, утром и вечером, автобусы будут ходить регулярно. По словам разработчиков нового расписания городской администрации, изменения продиктованы оптимизацией бюджета в компании. Знаете, что сегодня пассажиры, огромное количество пассажиров ездит бесплатно. Две трети пассажиров ездят бесплатно. Это все пенсионеры, все дети до 18 лет. И поэтому та выручка, которую собирает АТП, безусловно, не позволяет осуществлять пассажирские перевозки. В 2014 году на перевозку пассажиров было потрачено более 160 миллионов рублей. Выручка составила не более 36. Недополученные доходы предприятию компенсирует округ. Чтобы покрывать эти убытки самостоятельно, предприятию пришлось бы повысить стоимость проезда на 30-40 рублей. Поэтому сокращение рейсов – мера вынужденная. А пока расписание не утвердили, каждый пассажир может внести свою коррективу. Валентина Чебичек, Сергей Качегов, Телеканал Север.